МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский, студии Гульнуржакен. Сегодня в выпуске. Жильцы микрорайона Астана бьют тревогу. Облицовка одного из домов, построенного по госпрограмме арендное жилье, отваливается. Власти предлагают решить проблему за счет жителей. В Карагандинскую область привлекут инвестиции из США и Германии. На аппаратном совещании в областном Акимате обсудили ход реализации инвестиционных проектов. Победителями полумарафона стали зарубежные участники. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов дал старт второму международному полумарафону Армангажол. Жильцы микрорайона Астана бьют тревогу. Облицовка одного из домов, построенного по госпрограмме арендное жилье, отваливается и разлетается по всему двору. Жильцы столкнулись с этой проблемой несколько лет назад. Специалисты отдела ЖКХ и жизнеобеспечения предложили свое решение, согласно которому жильцам придется раскошеливаться на 11 миллионов тенге. Салтанат Усупова около 10 лет живет в доме 106А по улице Ермекова. 30-ти квартирный жилой дом был сдан в эксплуатацию в 2007 году. Когда-то строительство домов в микрорайоне Астана обернулось радостью для сотен государственных служащих. Они заселились в новые квартиры и принялись их обустраивать. Проблемы начались через 2-3 года. Металлосайдинг, материал, использованный для облицовки здания, стал в буквальном смысле слетать при сильном ветре. С тех пор подобное повторяется каждый год. По словам Салтанат, жильцы обратились во все возможные инстанции. Сдвиги в этом деле появились лишь в этом году. Мы неоднократно обращались во все инстанции у нас дома. Я сама лично обращалась, у меня столько переписок. Чисто переписками занимались мы. Вот в этом году мы что-то добились. Что-то вот. Вот начали как пару дней, вот начали ремонт. И мы, самое главное, мы боялись за детей своих отпускать, вот элементарно в эту школу. Вот это все, оно летит. И до сих пор там висит, вот никто не ЧАЭСник, никто не приехал. С той стороны прям висит, вот прям окно закрытое все. В прошлом году сорвавшаяся из-за сильного ветра обшивка дома обрушилась на автомобили. Это не первый случай, говорят жильцы. Делают ремонт, но результат кратковременный. Некоторые боятся парковать перед домом у своей машины. И других же заботит безопасность детей. Ну, что-то делают, но не до конца доделывают постоянно. И в этом году вообще здесь перекрыли уже то, что машины ничего не могут проехать здесь никакой. Все в объезд ездят. Ну, условия, получается, не создают для жильцов, для всех, кто живет в этом районе. Один раз облицовка дома обрушилась на машину моего сына. Конечно же, никто этот ущерб не возместил. Страшно жить в таких условиях. У меня четверо внуков. Мы боимся отпускать их на улицу без взрослых. Особенно в ветреные дни никто не ходит гулять. Ведь куски фасада могут обрушиться не только на машины, но и на людей. Особенно мы боимся выходить в те дни, когда штормовая погода. Ветер сильный, порывистый. Потому что вообще невозможно пройти. А сейчас даже мы всегда, когда в обычные дни, мы просто так обходим возле этого дома. Потому что рядом с ним проходить опасно. И стараемся быстренько пробежать прям. Чтобы лишний раз здесь не задерживаться. Чиновники заявили, что делают все возможное. 14 мая они направили несколько бригад для выполнения ремонтных работ. На жалобы людей о том, что ремонт некачественный и недолгосрочный, специалисты отдела ЖКХ и жизнеобеспечения не нашли вразумительного ответа. В чем причина ежегодной проблемы жильцов злополучного дома, чиновники не знают. Единственным решением в данной ситуации они видят участие жильцов в программе развития регионов до 2020 года. Вот только согласно положению, за ремонт жителям придется заплатить круглую сумму. То есть, в настоящее время, по информации Центра модернизации Караганинской области, ремонт для собственника вводится в сумму 11 миллионов 300 тысяч тенге сроком до 15 лет. Данный дом является одноподъездным, десятиэтажным, тридцатиквартирным. Это означает, что на протяжении 10 лет каждый месяц жильцам дома придется платить от полутора до трех тысяч тенге. Чиновники пообещали закончить ремонтные работы за два месяца. Однако ничто не дает гарантии, что ветреная погода не снесет облицовку дома вновь. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинскую область привлекут инвестиции из США и Германии. А легкость ведения бизнеса на территории региона определит новый внутриобластной рейтинг. Об этом сообщили на очередном аппаратном совещании под председательством Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. В своем выступлении заместитель Акима области Алмаз Айдаров рассказал Ерлану Кушанову о результатах своей поездки на Астанинский экономический форум. В ходе форума удалось привлечь инвесторов из США и Германии. Так в Бухожжалском районе появится завод, за строительство которого возьмется американская компания. Стоимость проекта оценивается в 32 миллиона евро. Еще один крупный проект будет реализовываться на территории Цимиртау немецкими инвесторами. Технические газы, линдегаз на территории Арселора, 70 миллионов евро, причем чистые иностранные инвестиции немецкие. Мы с делегацией немецких компаний в Астане также встречались. Они подтверждают в течение ближайших двух недель начать строительство на территории нового завода. Точная дата будет ближе вам сообщена. Ерлан Кушанов поинтересовался и тем, как проходят скрышные работы на угольных разрезах. Он поручил своему заместителю Алмазу Айдарову взять этот вопрос на особый контроль, чтобы в будущем избежать ажиотажа, вызванного нехваткой угля. Не затягивайте, чтобы этого ажиотажа с углем в этом году не было. Есть. Если нужно, мы у меня можем собраться. Да, мы будем на вашей площадке выбрать. Пусть доложится каждый разрез, каждый этот... И КТЖ с центрального параметра также будут участие принимать. Они изъявили желание тоже обсудить заранее поставки угля по регионам, по областным центрам. Хорошо. Еще один вопрос, на котором остановился Аким области, это условия для ведения бизнеса. Алмаз Айдаров заметил, что инвестиционный климат региона является благоприятным, однако в районах и мелких городах ведение бизнеса и привлечение инвестиций сопровождается рядом проблем. Чтобы оценить условия открытия ведения бизнеса на территории страны, Министерством национальной экономики на ежегодной основе составляется рейтинг по легкости ведения бизнеса среди регионов. В прошлом году Карагандинская область расположилась на 13-й строчке рейтинга. Чтобы улучшить данный показатель, в области появился свой рейтинг легкости ведения бизнеса. Задачей данного рейтинга является выявление сильных и слабых сторон регионов, а также оценка усилий местных исполнительных органов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Как вы уже сказали, действительно, в 2017 году в республиканский рейтинг у нас были включены только 8 наших городов, то с этого года будут включены все регионы полностью. В областной рейтинг мы включили 9 индикаторов. Это 4 индикатора, формируемые департаментом статистики, и 5 индикаторов – это данные палаты предпринимателей и самих регионов. Данные индикаторы затрагивают вопросы доли инвестиций, темпов роста розничной торговли и доступности информации. По этим показателям некоторые районы оказались в самом низу рейтинга. Наиболее остающим был признан Нолотауский район. Ирлан Кушанов поручил своим замам уделять внимание всем проблемным вопросам во время рабочих поездок в районы области. «Устраивайте встречи с населением. Выслушайте обращения каждого жителя», – подытожил свои слова Аким области. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандин Урлан Обакиров наградил лучших работников культуры и искусства. В ходе торжественного приема городоначальник вручил дипломы и денежные призы лауреатам премии в семи номинациях. 21 мая свой профессиональный праздник отметили работники культуры и искусства. В праздничную дату Аким Карагандин Урлан Обакиров провел торжественный прием, на котором вручил премии выдающимся работникам данных сфер. Стоит отметить, что премия Акима Караганды работникам культуры и искусства вручается пятый год подряд. Пятый год мы отвечаем этот день как дань глубокого уважения к работникам культуры и искусства. Это заслуженная оценка вклада замечательных людей в сохранение и приумножение духовного богатства нашего государства. Работники культуры, деятели искусства – это настоящие подвижники, энтузиасты, которые вносят личный большой вклад в сохранение и развитие бесценных историко-культурных традиций нашей страны, колоссального духовно-нравственного наследия нации, прославляли и прославляют Родину своими выдающимися достижениями. Премии присуждаются по семи номинациям. Оценивается труд вокалистов, хореографов, библиотекарей, а также руководителей творческих коллективов. Татьяна Савельева около 20 лет руководит образцовым хореографическим ансамблем «Айала». Она обучает детей самому изящному виду искусства – танцам. За годы существования коллектив «Айала» покорил многие вершины, воспитал плеяду талантливых танцоров. А главное, на протяжении долгих лет ансамбль был частью культурной жизни региона. Татьяна была тронута тем, что ее труд высоко оценила Акимгорода. Сегодня было очень приятно. За 20 лет впервые город отметил наши заслуги, всего коллектива. Многие поколения выросли на стадионах, участвуя во всех мероприятиях, и каждое поколение вспоминает об этом времени как самого лучшего. Аким Караганды поздравил каждого из лауреатов, а также вручил им дипломы и денежные премии на сумму 100 тысяч тенге. Помимо лауреатов премии, благодарственными письмами и почетными грамотами наградили еще семь работников культуры. Тоже Анлянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Царский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас. 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Лекцию о реализации программы Булашака Багдар Рухани Жангру прочитали курсантам Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Боримбека Бейсенова. Мероприятие было организовано с целью патриотического воспитания молодого поколения. Особое внимание лекторы уделили под программе Туанжер. Процесс обучения и духовное воспитание молодого поколения не могут идти в рось. Этого мнения придерживаются курсанты академии. Молодые люди высоко оценили значимость кураторского часа, организованного с целью разъяснения основных направлений программы Рухани Жангру, который отражает общенациональную идею. Образование и воспитание всегда должны идти рука об руку. И сегодняшний курсант оказал на меня большое воздействие в плане морального и духовного воспитания. То есть я понял, что с момента обретения независимости в нашем государстве были произведены ряд изменений и действий, которые направлены для развития нашего государства. Но за годы независимости мы добились немалого. Но чтобы идти дальше, мы не должны останавливаться. И то есть в этом послании говорится, что чтобы дальше развиваться, мы не должны ждать чего-то, мы должны начинать с себя. Воспитывать патриотизм необходимо в каждом. Это незыблемая истина, единая для всех казахстанцев. Особое внимание нужно уделять воспитанию будущих полицейских. Ведь именно сотрудники органов внутренних дел стоят на страже порядка и морали. В Академии курсантам прививают любовь к своей стране, желание защищать ее территорию граждан. По этой причине преподавателя посвятили большую часть времени разъяснению принципов программы «Туанжер». Эта программа – одна из частей программы «Ель-Васе» по «Рухани-Жан-Ру». В этой части мы хотим воспитать молодежь наших курсантов в духе патриотизма. И так как наша кафедра является общеобразовательной, идеологической кафедрой, мы непосредственно, подрастающая молодежь, воспитываем в этом духе. Стоит отметить, что в Академии подобные мероприятия проводятся по меньшей мере раз в неделю. Кураторский час, посвященный программе «Рухани-Жан-Ру», посетили студенты кафедры общеобразовательных дисциплин. В завершении они отметили, что кураторский час был информативным и увлекательным. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В областном филиале партии «Нур-Утан» состоялись партийные слушания, посвященные вопросам противодействия коррупции в учебных заведениях региона. Мероприятие прошло с участием членов партии «Молодежного крыла», ревизионной комиссии, а также представителей сферы образования в лице руководителя управления образования и профессоров университетов. Одним из наиболее распространенных препятствий на пути к повышению качества образования служит коррупция. В народе коррупцию по праву считают социальным злом, способным разрушить устои любого государства. Проявление коррупции в сфере образования – проблема, требующая не только пристального внимания, но и решительных мер. В ходе заседания участники говорили о наиболее распространенных проявлениях коррупции в вузах региона. Наиболее распространенная форма коррупции – это получение взяток за зачу сессии. Также существуют такие формы помогательства, как полосок книг, учебников, генетиков и доказания других услуг. Места, которые и такие моменты, как, скажем, места для студентов, в обществе, тоже распространяются недостаточно прозрачно. В нашей республике на всех уровнях образования имеют место продажи оценок, покупка почитатов, дипломов, вопросы, связанные с планиатами и другими. Участники заседания отметили, что особую роль в борьбе с коррупцией в учебных заведениях должна сыграть активная молодежь региона. Это мнение разделяет и председатель молодежного крыложа «Сутан» Жикбезбаев Нуржан. Главная задача всех общественных и политических организаций кроется в воспитании молодого поколения. Одно из важнейших направлений в этой области – это создание антикоррупционного мировоззрения у молодежи. Мы должны воспитывать нулевую терпимость коррупции. На этом заседании мы проанализировали работу, выполненную за 12 месяцев, определили направления, в которых нам нужно работать дальше. Следует отметить, что Департаментом госслужбы и противодействию коррупции на постоянной основе проводится агитационно-разъяснительная работа в целях снижения рисков коррупции. Одним из наиболее ярких примеров действенных мер является акция «Чистая сессия», которая призывает студентов при сдаче экзаменов полагаться на свои знания, а не на финансовые возможности. Гульнур Жакен, Тухжан Лянова, Жасулан Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ежегодная международная акция «Ночь в музее» состоялась в Карагандинском областном историко-краеведческом музее. В рамках акции также наградили победителей областного конкурса «Щежире лайф. История моей семьи». Итоги конкурса «Щежире лайф. История моей семьи» подвели в областном историко-краеведческом музее. Основной целью конкурса являлось приобщение подрастающего поколения к изучению историко-культурного наследия семьи и родного края. Более ста школьников Карагандинской области приняло самое активное участие. Среди них и ученики сельских школ. Четвероклассница Айжан Баграмова стала победителем среди младшеклассников. Много трудностей не было. Сначала я писала, которое я знаю, а потом мне мама помогала и дописывала мне материал, который я не знала. «Что некоторые члены моей семьи погибли на войне, что у них остались красные звезды, которые их наградили. Про то, что мой дядя помогал, делал одежду для разных статуй». В средней возрастной категории победу одержала Лейла Темирова, ученица школы имени Абая Кунанбаева. «Если сказать о этом конкурсе, я очень рада. Я хочу сказать спасибо всем, что они не забывают про наших дедушек, бабушек. Я хочу сказать, чтобы такие конкурсы бывали почаще». Основные мероприятия состоялись внутри музея. Посетители побывали на открытии выставки-инсталляции «Путешествие во времени», где увидели коллекцию часов. А в Саксском музее Международный общественный фонд «Наследие кочевой цивилизации» провел мастер-класс обучения каллиграфии древнетюркской письменности. Участникам рассказали о зарождении и особенностях использования уникальной рунической тюркской графики. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Каргандинский. Победителями ежегодного полумарафона «Арман Гажол» стали зарубежные участники. В нынешнем году в полумарафоне приняло участие более 5000 человек. Старт за бегу дал Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Участники спортивного праздника стартовали от площади независимости. Старт за бегу ровно в 8 часов утра дал Аким области Ирлан Кушанов. В этом году в полумарафоне участвовали более 5000 человек. Среди них не только каргандинцы, но и жители других областей страны, а также гости из Украины, Киргизии и Республики Беларусь. О новшествах в нынешних стартах рассказал один из организаторов, олимпийский призер Дмитрий Карпов. У нас в этом году побежали бейсмейкеры. Это люди, которые бегут по определенному времени, чтобы кто хочет по самому личному рекорду пробежать, бежали за ними. В этом году больше людей, больше хорошего настроения, больше позитива. Бегуны преодолевали на выбор 4 дистанции. Первая, которую назвали «Балапан», была предназначена для детей от 8 до 14 лет. Именно они вышли на старт первыми. Сначала побежали девочки, а через 15 минут стартовали мальчики. Лидером среди девочек стала Виктория Шарова. Среди мальчиков первым дистанцию в 2 километра преодолел 13-летний Степан Спаский. Победители стали обладателями денежных призов. Я специально месяц готовился к этим соревнованиям в городе Таразе. Остальные три дистанции предназначались для взрослых. «Дружба» в 7 километров, «Спутник» в 15 километров и непосредственно сам полумарафон «Армангажол» – 21 километр 97,5 метров. Стоит отметить, что трасса полумарафона получила международный сертификат. Выполненные нормативы позволят участникам получить спортивные звания и разряды. Ну а для любителей это настоящий спортивный праздник для удовольствия. Так считает победитель дистанции «Спутник» россиянин Яков Козлов, который вот уже три года работает в Астане. Сегодня очень сильный состав. И мне кажется, по крайней мере, все сильные любители, которых я знаю в Казахстане, точно сегодня собрались. Плюс были ребята, которые профессионально занимаются. Поэтому оставалось только терпеть до последнего. Главный приз полумарафона – один миллион тенге среди мужчин – получил белорусский спортсмен Владислав Прямов. Он также установил рекорд трассы – один час шесть минут. В прошлом году победитель пробежал за один час пятнадцать минут. Среди женщин победительницей стала Виктория Полюдина из Киргизии. Полумарафон «Армангажол» уже называют карагандинским спортивным брендом. Организаторы заявили, что делают все для того, чтобы это событие стало интересным не только для любителей бега, но и для профессиональных легкоатлетов. Это все для здорового образа жизни, для молодежи, чтобы занималась спортом, для нашего будущего, для наших поколений. И такие мероприятия, я считаю, это очень важны для нашего Казахстана. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, первый карагандинский. Международный турнир по волейболу в памяти Жохана Медиубаева прошел в Цимиртау. Соревнование состоялось уже в 22-й раз. В нем приняли участие как любители, так и действующие спортсмены из разных стран. В открытии состязания принял участие Аким Карагандинской области, Ерлан Кушанов. 20 команд боролись за звание сильнейших, 10 молодежных и 10 ветеранских дружин, в составе которых спортсмены-любители и бывшие сотрудники силовых ведомств. Всего в турнире участвовали около 150 волейболистов. Обширна и география команд. На соревнования приехали спортсмены из Новосибирска, Актау, Алматы, Астаны и Североказахстанской области. Свои сборные представили темирталовский металлургический комбинат и карагандинские предприниматели. Приветствую участников глава области Ерлан Кушанов отметил, что популярность волейбола увеличивается с каждым годом. Это лучший способ почтить память человека, который огромную часть своей жизни посвятил развитию волейбола. И мы гордимся, что наш земляк продвигал, популяризировал этот вид спорта не только на территории области, но и всей нашей республики и Советского Союза. С каждым годом популярность волейбола увеличивается. Сегодня здесь принимает участие и российская команда. И особо приветствую наших гостей из России. Также хотел поблагодарить организаторов этого турнира. Пусть победит сильнейший. Жохан Мукатаевич Медиубаев, полковник комитета национальной безопасности. Именно в его честь 22 года подряд проводится международный турнир по волейболу. Соратники Жохана отмечают, что он очень любил этот вид спорта, был активным и хорошим игроком. Его знали от Калининграда до Владивостока. Уделял большое внимание популяризации спорта. И всегда активно пропагандировал здоровый образ жизни. Сама идея турнира возникла почему? Потому что Жохан Мукатаевич для многих из нас был и учителем, и наставником. Был просто замечательным, добрым человеком. Поэтому турнир этот живет. Он, я считаю, что процветает. Большая поддержка идет в этом году. Именно заметно чувствуется поддержка областного Акимата. Уже несколько лет турнир имеет статус международный. Сборная команда Новосибирска на протяжении 8 лет является неизменным участником соревнования. Главный тренер команды отметил, что нынешний состав – это ветераны спорта. Мы всегда с удовольствием приезжаем. Всегда нас здесь радушно встречают. Большое всем спасибо. Во всех моментах нас поддерживают. Дорога сюда, дорога оттуда. Размещение, питание. На все наши просьбы откликаются с большой душой. Но это еще раз подтверждает, что дружба наших народов стоит во главе угла всех различных мероприятий. Политических, спортивных, культурных и так далее. И мы рады, что мы своим приездом на соревнования вносим свой определенный, ну пусть маленький, вклад в развитие дружеских отношений Казахстана и России. Соревнования проходили на протяжении двух дней – 19 и 20 мая. Первое место среди ветеранов досталось команде из Алматы. Второе место заняли ветераны КНБ из Астаны. Тройку лидеров замкнули игроки из Шимкента. В высшей лиге места распределились следующим образом. Первое место – команда Арселор Миттл Тимиртау. Второе – сборная департамента КНБ по городу Астане. Третье – ВК Есиль из Североказахстанской области. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансо Болгстер. Субтитры подогнал «Симон»!